всем привет еще раз дубль 3 с вами конного аня ждем прямой эфир иришку тихонову сегодня мы берем интервью у золотого директора компании faberlic вот поэтому давайте все собирайтесь собирайтесь кто еще не устал вот смотрю иришка уже присоединилась сейчас посмотрим сколько вопросов иришке задали ожидаем иришку я тут я масочку хотела включить всем привет 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 ну что иришку 2 будем рады услышать о тебе кто ты такая где ты живешь какая у тебя семья да то есть сначала себе расскажи а потом о всех своих зарядах компании золотой пылесос стоит мешает которые я получила в подарок я живу в ульяновской области в деревне мне 28 лет я замужем детей у меня пока нету я занимаюсь сетевом бизнесе в сетевом бизнесе я 19 лет практически со школы а изначально я работала в арифлей три года у меня не получилось я пришла создана фаберлик фаберлик я уже открытым золотом статусе директора за полтора года я открыла директора старшего директора и серебряного директора собрала все премии сейчас жду скоро с золотой подтверждаю когда учу 165 тысяч рублей еще премию вот в принципе все кратко обо мне сколько ты зарабатываешь сейчас каталог ну в этом году уже на данный момент более 100 тысяч рублей в месяц в месяц более 100 тысяч рублей в месяц ребят 100 тысяч в месяц а этот эфир для вас будем стараться чтобы у вас тоже получилось зарабатывать 100 тысяч среди домов в месяц ирина из маленькой деревни из маленького дочка сколько у вас там население было не более двух тысяч даже меньше полтора тысячи полтора где-то так точно не могу сказать у нас маленький маленькая деревня то есть вот самое интересное что вот сейчас у меня у мужа родители живут тоже какой вот маленькой деревушке поселок первомайский там тоже полторы-две тысячи населения все буквально на одной длинной большой улице дополнительных улиц практически нету панельных домов 5-6 остальное все деревянные дома да конечно потому что очень много людей думает где же я как же я построить бизнес и как бы но вот у них я точно знаю что очень хороший интернет просто наивеликолепнейший интернет и любой человек который живет не важно где если у него есть интернет он может стать действительно богат и он действительно вырасти хорошо по карьерной лестнице и так далее ирина как я квартиру купила тоже здесь в деревне в городе не хочу здесь как бы не нравится привыкла в деревне надеюсь есть двухэтажки вот я купила двухэтажки квартиру на деньги заработали на соберлик накопила без кредитов купила квартиру очень хорошо и лишь поздравляю тебя и расскажи мне что знаешь какой момент как ты решилась на онлайн бизнес они думают что это не для них это где-то там где-то для городских еще вот ну все в таком плане как ты решилась что тобой двигалась и пришла ну у меня была такая ситуация что когда я школу окончила мы с мамой братишка остались втроем нас денег не было мама родила денег нету работы нет в деревне мне девушка предложила в одноклассниках также вот я была пользователем интернет и мне девушка предложила я честно говоря не понимала что это такое но мне нужны были деньги я пошла буду делать думаю что мне скажу вот это делала работала так как у меня в арифлей мне получилось пришла фоберлик тоже фоберлик повторял за наставником то что говорит наставник делала так вот и получилось главное желание я увидела поняла что здесь есть деньги я просто делала да было где-то тяжело сложно но сейчас такое бывает ну главное не останавливаться идти вперед да да все понятно меня подвигло то что без денег хотелось конечно много чего денег не было так 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 лихонька побегай как бабушки и дедушки у нас тут форс-мажор ну ладно давай продолжим вместе спрашиваю надеюсь вопрос 0 5 0 4 был задан пол пятого вечера расскажи пожалуйста про свои методы рекрутинга я работаю онлайн в инстаграм в одноклассниках методом дружбы я приглашаю друзья кто принимает я отправляю наше предложение ничего в вашей кнопке нету все как и все работа со всем и конечно рекламой рекламу настраиваю какая именно реклама таргетинговая таргетинговая реклама так так значит куда то у нас бабушка с дедушкой пропали ну что ж Ильич расскажи еще что говорили друзья и знакомые когда узнали что ты занимаешься бизнесом в компании в самом начале и что они говорили сейчас друзья конечно не понимали сказали куда ты пошла зачем туда пошла это конечно все нереально лохотрон это как и все в принципе меня поддерживала только мама мама говорит работай я верю в тебя я знаю что ты будешь зарабатывать вот поддерживала мама только как заработать зарабатываю я в тебя верю нам это необходимо сейчас ой как мы даже занимались по каталогу потому что тысячи две в месяц даже три как бы нам не помешало деньги вот все я сбилась потерялась такой вопрос был друзья что говорили сейчас друзья конечно они не поддерживали не верили а сейчас говорят что уже поздно и можно сказать друзей я потеряла слушай как у меня да я в принципе разъехал сейчас кто по городам и даже сейчас знаю что я зарабатываю даже видя живые деньги они не верят не хотят либо говорят это уже поздно либо просто тебе повезло а как бы хотелось да самым родным и близким сделать да да им говоришь как лучше помогу выращу все это нет не хотят и как бы со мной не ахти общаются вот мы считают что я там богатая такая сякая деловая хотя в принципе такого нет да 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 хотя я наоборот хочу как лучше помочь а бывает такое вот у меня у знакомой есть дочка они недавно поехали в Кусинск или куда-то в общем-то за 40 тысяч в месяц работать я говорю боже мой 40 тысяч в Кусинск на север там холод там все и они поехали туда сиди дома за компьютером зарабатывай по 100 и никуда не езди у меня есть такие которые дома сидят в текрете и то нет бесполезно не верят они думают что это нужно покупать продавать для них личное пользование это как бы вложение а те все равно ходят в магазин угу угу да потом узнаю что я зарегистрируюсь не у меня такое тоже есть и многие из-за принципа они пойдут ко мне чтобы они думать что я на них заработаю хотя это не так миллионершей станешь машину купишь купила купила я уже и машину квартиру о и машину купила огромное молодец машину я кстати не знала и так значит что в начале что сейчас говорят одинаково сначала говорили ты сначала заработай а потом не поздно а потом все понятно все как у всех да Ириш как мотивируешь новичка потом потом результатами результатами своими результатами результатами команды в принципе больше никак не смотивируешь если у человека нет цели нет мечты если он хочет то тут никакая мотивация не нужна он сам будет делать молча молча как я делала мне это надо было мне нужны были деньги я делала молча угу угу так сейчас ближка блякает у меня итак ну своим примером очень важно мотивировать на своим примером все как мотивируешь может быть снизу строишь под них может быть письма да я помогаю мячкам строить команду товароборот это каждый помогает так и рассылки что чат может быть у вас веселый да у нас есть командный чат и в общем проектные чаты тоже есть угу вот вопрос у вас более более пяти тысяч человек у меня в команде есть Рубиновый директор три старших директора и шесть обычных директоров угу ну круто девочки девочки все успешно тоже зарабатывают Ириша мой Рубиновый директор она хочет перебираться в Турцию тут два месяца в Турции жила тоже пришла ко мне сначала отпиралась нет нет а потом все таки пришла ко мне в команду и даже меня опередила стала Рубиновым директором да 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 так как работать с теми кто пришел на продукт взяли подарок и больше не хотят делать заказы оповещать рассылками в принципе если человек молчит и гнорирует тут только рассылки оповещать об акциях о распродажах о каких-то новинках компании в каталог раз и два оповещаю о подарках о распродажах в принципе больше никак да бывают такие люди которые гнорируют и на ссылки не отвечают но тут никак только рассылки и говорила что тебя тяжело было да моментами временами было тяжело и вот такой вопрос от человека как не упасть духом я просто как говорится представила себе если я брошу дальше не пойду лучше не станет будет только хуже поэтому я просто делала у меня много не получалось я психовала нервничала был такой момент что на старшем директе я хотела все бросить я просто там упала глобально в больницу попала у меня зарплата сорока точно восемь упала я тоже все брошу не хочу не буду а потом подумала подумала если я брошу лучше не станет лучше просто буду делать когда никогда что-то получится просто делать и все так Елена Малашко ваш наставник помогал поначалу устроить структуру да Аня выстроила мне ветку до 9% я не помню до 9% ты мне ветку выстроила потом она где-то 3-4 месяца на 9% была потом она целых 8 месяцев по-моему не 8 где-то около 5 месяцев стояла на 12% потом она стала расти сейчас она в 10 тысяч баллов и все начиналось вот я даже не помню ух вообще не помню и так ну это так давно было столько много веток уже наоткрывалось и что такое вот и так как сейчас рекрутируете и как сейчас предлагаете бизнес вообще как себя позиционировать сейчас в соцсетях везде вот личный бренд веду личный бренд рассказываю о своей жизни как я веду бизнес пишу посты как бы что благодаря бизнесу я там приобрела купила как живу в общем обычный день личный бренд выкладываю все что я благодаря бизнесу имею вот и рекрутирую методом спама для меня это всегда было и будет это мой работающий метод я на нем выросла расту и буду расти предлагаю просто я в открытом золотом звании золотой директор компании Поперлик скоро получит премию 165 тысяч да так сейчас нет возможности работать сидим дома как не потерять випстаж будут ли какие-то изменения по акции на мультиповод я думаю ты помнишь этот вопрос да ну у нас сейчас есть обучение 100 баллов учиться можно создать чат и близким знакомых туда добавить и выкладывать выгодное предложение также собирать заказ в принципе то же самое что и в печатном каталоге только это онлайн и сейчас на данный момент ребят сделали отсрочку да 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 в этом каталоге можно сделать 50 баллов допустим и 100 и потом он продолжит этот вип статус нужно только в компанию написать чтобы вип статус сохранили да 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 поэтому все в наших руках итак как работать чтобы приглашать людей а именно работающие инструменты вот такое чувство что вопросы задают люди которые не на проекте это онлайн потому что все спрашивают как рекрутировать да 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 такое подробное обучение по рекрутингу потому что у нас это все есть все знают да потому что у нас есть все обучение как и работать в соцсетях есть и тексты каждый директор новичку дает тексты да да вот смотрите у нас первый вектор как легко научиться делать от 100 баллов как легко рекрутировать по теплому кругу онлайн и по теплому кругу оффлайн ручной рекрутинг вконтакте ручной в одноклассниках ручной в фейсбук рекрутинг по доскам объявлений видеоблогер автоматизация вконтакте в одноклассниках автоматизация личный бренд инстаграм обучение от компании фаберлик через бот а далее одиннадцатый вектор это реклама через фейсбук и инстаграм это получается контекстная реклама и реклама ой это таргетинговая реклама таргетинг 12-й вектор – это реклама через Google и Яндекс, контекстная реклама. И 13-й вектор – как правильно информировать структуру 9% о маркетинг-банах. То есть и получается то, что обучение до такой степени уже со всех сторон дано, то, что когда задают вопрос, как рекрутировать, я просто вступаю в стопор, потому что куда еще будет информации. Такое ощущение, что человек просто до этой информации не дошел. Или он не на нашем проекте, этот человек, который задал вопрос, или что, мне непонятно. Да, да. Тут вот спрашиваю, чуть не поняла, по сохранению вип-статусу. То есть в этом каталоге можно не делать 100 баллов, и вип-статус сохраняется. Нужно только в компании написать. У вас потом просто на один каталог вперед будет. То есть 100 баллов надо будет сделать в последнем, по-моему, в августе, а это в сентябре получается. То есть этот каталог вперед у вас идет, прибавляется, а этот можно не делать. Вы работаете с инфочатами, что в инфочате даете? Не поняла, какие инфочаты. Что за инфочат? Наверное, информационный чат, чат командные, чаты проектные, каналы командные, каналы проектные. Я работаю. Конечно, работаю со всеми каналами, чатами. У нас вообще очень мощная система чатов, очень мощная. С какой стороны ни посмотри, все есть. Есть библиотека картинок, видеобанки, есть чаты для вопросов, есть уровень первый, уровень второй. Все, есть чаты, каналы, все, что нужно, продуктовые, на бизнес есть. То есть прямо вот все-все-все-все. А у меня есть свои чаты, именно конкретно чат, каналы по первому предложению, какие сообщения, по собеседованию, по сопровождению дискотника, бизнес-партнеры. Это у меня все есть отдельно, тоже каналы. Вот. Написано, многие наставники не учат, поэтому сами не умеют, потому что сами не умеют. Тогда обратитесь к директору. Да. К директору, если директор не умеет, к вышестоящему директору. То есть сама макушка заинтересована в вашем росте, ребят. Если макушка в росте не заинтересована, то как они вообще макушкой стали? Да. Вот это да. Мне кажется, все равно заинтересованы. Не может человек вырасти, не заботясь о том, кто к нему пришел в команду. Нереально вырасти. Нереально, ребят. Да, может быть, вы мало вопросов задаете. Вы знаете именно, да, наставнику ВЛС, вы мало вопросов задаете, и вам кажется, что вам не помогает. Нет, ветки я не солнышком строю, я помогаю новичкам морковкой. 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 Да. Немножко посмеяться, да. Так, посоветуйте, как самостоятельно собрать все знания в систему и спланировать. Ого. Какие знания спланировать, а что? Скорее всего, я прошла обучение, но не могу начать рекрутировать, да, то есть знаний много, а действий ноль. Ну, нужно все походить по порядку, поэтапно, не все сразу. Бывает, которые все там пять векторов начинают изучать, конечно, так все будет. Один вектор прошли, записали что-то, то есть по порядку. Так, далее. Подо мной выросла директорская ветка, но с наставником общения нет. Не совпали мы с ней, слушайте, мне бы такого наставника, с которым общение не совпало, и 3 тысячи бы он не отстроил. Зато ветку выстроил, да, для директора. Как ты молча отстроил 3 тысячи, и ничего взамен не требовало, потому что отношения не совпали. Слушайте, возьмите меня к себе. Да, да. Вот, вебинары смотрю, учусь, но пользуюсь сама. И так и должно быть, просто продолжать делать. Вот, извините, если сумбурно. Если под вами ветка наставника 3 тысячи баллов, вы вытянули счастливый билет в своей жизни. Да, да, да. Вы счастливейший билет в своей жизни, потому что многие растут самостоятельно, это во-первых. А во-вторых, просто отстраивайте 2 тысячи баллов. Да, если 2 тысячи, да, 2 тысячи отстроить, будет уже хорошая зарплата, статус и премии. Повезло. Да, повезло. Вот, отстраиваемся и работаем с веткой наставника тоже. Работаем с людьми, которые под вами. Не только ходим в банкомат денежку снимать, да, как и сотрудничать с ними работать. Ну и надо познакомиться с людьми, которые под вами ведут ваш наставник. И сходить наставнику, сказать спасибо и предложить свою помощь. Не только судорожно в бок отстраиваться, а сказать, слушай, спасибо тебе огромное, я понял, что я тебе не помогаю. Ты подо мной отстроил 3 тысячи баллов, спасибо огромное. Научи меня отстроить 2 в бок, а я буду тебе помогать чем-нибудь. Давай вместе вести планерки, давай вместе отрабатывать структуру, давай вместе все делать. Давай я тебе буду помогать. То есть отблагодарить наставника в первую очередь, чтобы вам эта ветка принесла пользу, и вы смогли получать с нее доход. Человек вкладывал под вас энергию, и вы должны этой энергией делиться, и тоже должны быть благодарны. Ирина, вы живете в поселке, значит, людей вокруг немного. Скажите, вы действительно ничего не продаете? Если да, то еще раз поделитесь советом, как начать новичку делать 50 баллов. Я ничего не продаю, но когда только я начинала, и как я делала, просто знакомые, подруги все равно рядом есть. У меня есть родственники, какие-никакие они у каждого есть. Я просто нашла 5 семей, которые со мной пользуются, и все. Но на данный момент сейчас я покупаю только для себя и для мамы, то есть на 2 дома. Мне, в принципе, даже 100 баллов мало. А поначалу, конечно, когда новичок, просто найти тех, кто с вами будет покупать. Все равно же у вас есть, там, у кого-то сестра, брат есть, родители. Просто вместе покупать, и все. Вы все равно же ходите в магазин по-другому, у каждой семья даже больше 1000, чем берет в магазине. Если даже каждая из вас будет брать на 1000 рублей, то уже 50 баллов. Да. Да. Солидарно. Сколько времени потребовалось вам, чтобы достичь звания директора? Я открыла звание директора за 8 месяцев. И то первые 4 месяца я работала неактивно, практически вообще не работала. Это было лето, и я работала по ночам. И потому что я не начала с братишкой, работала по ночам. По ночам отклика не очень, как бы, и рост был медленней. А когда началась очень, я пошла быстрее. В феврале я. Мне тоже очень не хватало увольнения мужа. Я тоже все сидела с ребенком, тоже работала ночами. Муж 5 на 2. И я могу сказать, что было, как бы, ну так, тяжеловато, потому что ребенок, 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 и не получалось, да, уделять должного внимания бизнесу. Но потом, как бы, когда он уволился, я вообще зажила. Мы были старшими директорами, по-моему, когда он уволился, да, вот, очень были рады. Так, значит, у меня счастливилось, по-моему, я не поработала. Очень хорошо. Я вот не знаю, что мне с дочкой Ерин делать. У меня дочке, 19 лет. Мы под ней начали строить структуру. Она вышла на уровень серебряного директора, но она особо не вкладывается, да. То есть она делает клипы, ролики, там, робот может позапускать. Знаешь, ну вот так вот, вальяжно, да, несерьезно относится. Она знает, что мама с папой дадут. И у нас, как бы, такая ситуация, да, то, что она, ну так, знаешь, это. Так мы никак ее не можем сказать, что Кать. И мне муж такой говорит, давай ее отправим по найму. Я говорю, Катю по найму? Я говорю, ты что? У меня как-то даже было бы, он говорит, Аня, ну что делать? Пусть поработает по найму, поймет, куда деньги. А потом, что-нибудь, дочек, приходит к нам, чтобы оценила. По найму, ты не работаешь. Да, да, да. И вот у нас такая вот сейчас проблемка. Перебаловали девочку, сами пахали без выходных. А девочка у меня выросла. Так, 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 так. Скажите, пожалуйста, запустив рекламу, обязательно рекрутируют вручную в Одноклассниках ВКонтакте. Или можно просто заняться продвижением личного бренда. Ну, если вы хотите вырасти быстрее, подкрыть звание, конечно, нужно рекрутировать еще и руками. Реклама, 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 рекрутинга обязательно начинай. Это же, конечно, быстрый рост звания и зарплата. Но если у вас там с рекламы, там, есть такая возможность складываться очень много, и там у вас по 30 регистраций в день, да, конечно, руками можно не рекрутировать, потому что не хватит времени, нужно с этими поработать. Ну, только вот тут, несмотря какая реклама, если реклама на продукт, то можно бесконечно себе настроить, а как по лидерам? Только через соцсети. Лидеров, да, лидеров руками. То есть можно рекламу на продукт, а на бизнес уже руками. Вот, значит, следующий вопрос. Как быть, если... А, это про бренд. Про бренд, так, плавненько, я снизу вверх пошла по вопросам. А вот, смотри, еще вопросик. А зрители в прямом эфире. Что пишете человеку, когда рекрутируете? Предлагаю бизнес, предложение. Своими словами пишу. Сначала я с человеком просто здороваюсь, допустим, добрый день. Потом, значит, человек отвечает, добрый день, и я уже ей пишу, здравствуйте, там. Ну, уже здравствуйте и не пишу, так что... Ну, предлагаю бизнес. В принципе, у меня шаблонов очень много, но обычный текст. Пишу, там, здравствуйте, меня, допустим, зовут Ирина, там, я золотой директор компании «Поберлик». Рассматривайте вы для себя ли предложение работать онлайн, или там, нужен вам дополнительный доход. Сразу пишу предложение в лоб. Сначала здороваюсь, потом она отвечает, здравствуйте, там, или добрый день. Потом уже предложение в лоб делаю. Открытываю, например, вы к новым предложениям. Вот. Когда рекрутируете? В смысле, когда? А, когда? Днем? Ну, наверное, какое время суток, сколько раз в неделю. Ну, я рекрутирую каждый день, и три часа себе выделяюсь, уже рекрутирую. В этот рекрутинг входит и развитие личного бренда, это тоже рекрутинг. Руками рекрутирую в Инстаграм, в Одноклассниках, по группам объявления тоже раскидываю. Три часа выделяю себе на рекрутинг. Ну, это может в любое время быть. Может, с утра, может, в обед, может, ночью. Когда захочешь? Могу, допустим, куда-то иду, куда-то еду по делам, я тоже с телефона, так как весь мой бизнес в телефоне, я практически сейчас в телефоне, я рекрутирую, посты пишу, могу куда-то пойти, посидеть даже на улице, на лавочке поработать, когда погода хорошая. То есть рекрутирую я всегда и всюду. От кому-то телефоны до камушки поперебирать, сокровища пиратов поиграть, кому-то куты. Я в этой комиссии общаюсь с командой, работаю в чатах и рекрутирую. Да, я сразу указываю компанию, что я говорю, что я менеджер компании «Фабрикли», золотой директор компании «Фабрикли», сразу указываю, чтобы человек сразу понял, куда его приглашают. Потому что в «Алифлэм», когда я работала, мы вскрывали, до последнего на человека тратили там часы, а потом он просто говорил «Алифлэм, нет». А тут я сразу говорю, человек уже знает, куда его приглашают. Если он говорит «Да, мне интересно», он уже представляет, что это такое. Раду многие представлять, что это продажа по каталогу, но это не продажа по каталогу. Мы не продаем работы в интернете. Так, Ириш, в следующий вопросик. Как быть, если не фотогенично? На мастер-фотографа нет средств, а страницы продвигать нужно. Какой ваш совет? Ну, смотрите, вот есть на авито девочки, начинающие фотографы, они могут и за 300 рублей вас пофоткать, могут за 500, есть которые бесплатны для того, чтобы набрать с опыта. Поэтому зайдите на авито, посмотрите, есть такие вот. У нас в городе много таких, которые даже за 100 рублей сфотографируют. Просто, чтобы набрать с опыта, попробовать там, потренироваться на вас. Кстати, фотографии неплохие. Либо нафоткаться где-то на улице, допустим, сейчас природа хорошая, и приложение в помощь, фотошоп. Очень много есть уроков в Ютубе, как редактировать фотографии. Там действительно три кнопки, где-то готово. Да, да, да. Хорошо. Значит, дальше приведите пример, как... У нас прямой эфир. Здоровый сетей. Привет. Привет. У меня там что-то сходит. Что сегодня со мной такое? С моим эфиром? Я не поняла. Что такое? Я не поняла, почему так? Все ко мне... Это восемь. Потому что я до этого два провела, и они уже все по мне соскучились, говорят, пропал. Закрылась кабинет, и жива-нежива. А то сидит там со своей селфи-палкой разговаривает. Так, Ириш, приведите пример, как человеку знакомому или нет сделать предложение о работе в соцсети. Я напрямую предлагаю знакомому. Но и так как у меня уже есть результат, когда только новичком была, я не предлагала. Когда уже вышла на директ, тогда все узнали, что я фоберлик, тогда я уже начала предлагать, что я фоберлик, вот смотри, я зарабатываю, хочешь так же сидеть дома, зарабатывать, пошли ко мне, я помогу. Прям вот в лоб прямую предлагала, что я фоберлик, и идем, я тебе помогу. Ну что, чем прямее предложение, тем лучше. Самый такой момент главный, если вы прямолинейно предлагаете и не хотите терять ни свое время, ни время человека, то у вас идеально вкусные и оформленные странички. Да, да, да. Вот поэтому я стала уже, поэтому я уже стала предлагать, когда я вышла на директ, когда я новичком была, я не предлагала. Потому что я знала, что за мной не пойдут. Те, кто близкие друзья были, они не пошли, они сказали, ой, лохотрон. И я не стала никому предлагать. Когда уже директор вышла, стала предлагать. Ну, как бы они все равно то же самое были, те же самые ответы были. А вот за 20 тысяч работать 10 лет на работе по найму, 100 тысяч, это не лохотрон. Лохотрон это то, где больше 50 платят, все лохотрон. Ребят, доход белый, официальный, легальный, открывайте ИП, платите налоги по упрощенной системе налогообложения 6%. Ни копеечки у вас не получится скрыть, никакой черный нау, ничего, никаких Яндекс кошельков, Киви кошельков, зарплаты только белые с идущим стажем в компании Фэберлик. Да. Вообще не понимаю таких людей, которые показывают деньги, что ты зарабатываешь, как бы они все равно не верят. Каким надо быть это вообще? Да. Я, я вот, я в принципе рада, что я Фэберлик вообще. Где бы такие деньги я заработала, вообще не знаю, что бы со мной было бы, если бы не Фэберлик. Да, да. Со скатки страниц вы одновременно рекрутируете? У меня в Инстаграме 40 страниц, я работаю 10 страниц каждый день. Между делом, в течение дня я 10 прохожу. Так, дальше. В самом начале, когда еще не было дохода, как совмещали работу в сети и ведение домашнего хозяйства? И, или вас поддерживали, во всем помогали, а вы занимались только построением бизнеса? Ну, когда я начала, я жила с мамой. Поэтому у меня все дела были на маме. Вот, и как бы, я совмещала, у меня был на тот момент компьютер, и я сидела в компьютере весь день. Если, допустим, с братишкой гулять иду, телефон, в телефоне, он у меня гуляет на площадке, играет, а я в телефоне рекрутирую. Вот, и сейчас тоже, как бы, у меня детей нет пока, у меня много свободного времени, я все же дома, я домоседка, поэтому, как бы, у меня с этим проблем нет совмещать. Я весь день дома, и дела, и бизнес, все вместе у меня. Сейчас вот, прямой эфир, потом дела опять, рекрутинку и так далее. Здорово. А как ты умудряешься не полнеть, при том, что ты домоседка? Так вот. Сейчас вот вэллс пью. Нет, я, по идее, была, я была 50 килограмм, потом я поправила, стала 60 килограмм. А сейчас вот стала пить вэллс, витамины, как бы, 6 килограмм забавила, сейчас стала 54. Вез занятий спортом, да? Я спортом не занимаюсь, у нас здесь в деревне нет такого этого. А в город ездить в фитнес, это как бы, дорого выйдет, и макаться не хочется. Спортом не занимаюсь, конечно, но так. Ириш, какие ваши обязательные ежедневные действия? Имеет в виду, наверное, полностью всю работу, не только рекрутинг, но еще и, ну не знаю, может быть, работу с командой, там, у меня расписан план, первая, там, допустим, рассылка, я делаю рассылку, там, желтым, красным, на каждый день своя рассылка, рекрутинг, 100 контактов я делаю, в Инстаграм, там, 10 знакомым, допустим, пишу, конечно, работа с командой, ну, в чате я всегда, так было суточная работа с командой, и также я каждый день пишу каждому, то есть я открываю распечатку, и каждый день 20 человек у меня в плане, и пишу там, как дела, допустим, если это новичок, я пишу, здравствуйте, вы получили, допустим, заказ, понравился вас, не понравился вам, как вас встретили, то есть, ну, как бы с человеком общаюсь, чтобы расположить его к себе, чтобы дальше рассказать про подарки, про стартовые, в общем, у меня в плане каждый день 20 человек, ну, и, конечно, в плане там пост написать, видео какое-то снять, или команды обучающие, или, допустим, еще какое-то, вот, это все в процессе дня у меня. Когда захочу, тогда сделаем, и самое главное, да, главное, я вычеркиваю, там, каналчик ставлю, что я сделала, или там что-то посмотреть, сейчас вот марафон у нас идет, марафон выполняют, то есть это тоже в моем плане. Ты на марафоне? Да. Класс. Вот еще, Ревин, забыла вопрос, ладно, просчитаем тут, держала, держала в голове, выпал, какие ваши обязательные действия, ежедневные, так, это ты ответила, о чем писать, о чем писать посты, какие снимать сторис, если новичок, и еще не эксперт. Ну, какие писать посты, это, конечно, вы можете подсматривать за лидерами, за директорами, как бы брать идеи, как говорится, ради как художник есть такая книжечка, почитайте, вот, а что выкладываете, что есть, то и выкладываете, то есть свою жизнь, что вы делаете, там, гуляете с ребенком, допустим, пошли на площадку, сняли, вот ребенок играет, допустим, и написали, ребенок играет, а я, допустим, работаю в симфоне, как же классно, работает удаленно, в общем, как в вашей жизни, так и есть, так и пишете. Ну, главное, чтобы вам история с фоберлика касалась, то есть вот там мой ребенок играет, допустим, сидит, а я работаю удаленно, как же здорово, там, ребенок, ну, смотрю за ребенком и работаю. Вот так вот, совмещать с той, что есть жизни и фоберлик, то есть это показывает, что благодаря фоберлик, вы вот можете вот это, вот это, вот это. Угу. Ну, да, да. Да. Ухвали успехи, результаты команды, если пока у вас нет своих, можете брать скриншот и зарплат, допустим, директоров проекта выкладывать. Допустим, выложили в сторис скриншот, написали, вот у нас так вот зарабатывает директор, а хочешь так же, пиши. Вот, пожалуйста, сторис. Вот. Так, как вы начинали вести свой личный проект, именно начало? Вы его ввели на личной странице или на отдельной? Если на своей личной начать писать только про Фаберлик не подли, это сильно назойливо. Ну, давай первый вопрос. Как начали вести? С чего? Как-то сам по себе получился личный вариант. Просто выкладывала посты. Сначала были похуже, посты не умела, потом уже результаты команды пошли. Там, 3%, 6% все это выкладывало, результаты своей команды, зарплаты, первая зарплата, так вот и пошло постепенно, само по себе как-то вышло. Я подсматривала за лидерами, за директорами, как они пишут, что они пишут, брала идею. Допустим, понравился мне пост у Тани, допустим. Я его прочитала и как изложение сложила своими мыслями. Вот, пожалуйста, вам пост. Вот так вот. Да, запись будет. Надеюсь. Вы личный бренд начали вести на личной странице или отдельную создавали? На личной. Все на личных страничках, чтобы знакомые друзья видели, потому что еще одну страничку создавать, опять друзья добавлять, тут уж как-то она есть уже. Да, я тоже считаю, что это излишне. Ну да, да. Морок, но есть люди, конечно, которые стесняются, что они хотят сто тысяч зарабатывать. Да, есть. Такие люди, когда-то нечего начинать, вот эта вот вся чушь, вот эта вся ерунда, да, то есть, ну, как-то вот. А мне наоборот нравится все это показывать. Есть, конечно, люди, которые завидуют, пишут, пишут, что вот ты там хвалишься. Нет, я не хвалюсь, я хочу этим показать, что все действительно, все реально, что я зарабатываю и готов вам помочь. Да, да, да. Главное держать эту позицию. Да. Вот, и не идти на поводу у завистников, а обязательно постить, кичиться, рассказывать, чтобы все были успехи. Не позовешь, никто не придет. Ну да, да. Поэтому так вот. А если на своей странице начать писать только про Фаберлик, не будет ли это сильно назойливо? Нет, но только про Фаберлик писать не надо. Пишите про свою жизнь, про Фаберлик. Все писать, но только по очереди. То есть не только Фаберлик. Если, конечно, только Фаберлик, Фаберлик купи, там, приди, купи, купи. Это наоборот. Не очень. Это отталкивает. Да. Писать обо всем, в своих мыслях, в своей семье. Да. Я поделаю Фаберлик. Я благодаря Фаберлик вот это, вот это, и так далее, и так далее. Да, 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 да. Вот недавно с девчонкой разговаривали, она говорит, Ань, что не так? Захожу на ее страничку, личных фотографий нет вообще. Куча скриншотов из каталога, куча рекламы, куча скопированного с сайта описания о товаре, и вот это все пачками-пачками, постов полторы тысячи, наверное, их там очень много, и все вот это вот, она дает, 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 дает эту информацию, говорит, я уже заколепалась вести этот бренд, ничего вести не буду, вот посмотрите, как я веду. И я посмотрела, ба, кто тебя этому научил вообще? Какой же это бренд? Это, не знаю, скриншот из каталога, это вообще ни о чем. После одного скриншота такого с каталогом надо сделать 10 постов, чтобы перекрыть вот это отталкивающее. Если описать в продукте, то это нужно с себя, с продуктом, с тографированием и тогда написать, отзыв о продукте. Да, да. И причем написать, какую пользу он вам принес, что вам, а не просто вот такой-то, такой-то продукт, вот такая-то громовка, сколько-то там идет, так-то он пахнет, вот такой-то он консистенции, о чем, ребят, надо себя любить и уважать. Если вы тратите время на отталкивание публики от себя, наоборот, ну, и можно и тогда долго-долго так работать, нет, ну, может быть, кто-то и плюнуть захочет, но сейчас это в интернете слишком. Плюне только тот, кто захочет просто чисто покупать для себя, если ему понравился продукт, или он же хотел купить что-то, тогда да. Ириш, ты тоже накрашена? Нет, я реснички растела. Я тоже. Я хотела тушь пробовать. Давай что-нибудь для живого примера, давай что-нибудь проведим. Вот, давай продавать мою помаду. Давай продавать мою помаду. Как я буду писать пост? Так, сразу скажу артикул 40597. Если бы я начала писать пост, я бы не сказала, что вот есть такая красивая помада, вот такая вот она супер блестящая, да, вот вы ее наносите, у вас губы блестят, да, то есть и все такое прочее. Нет, я бы не с этого начала, я бы начала с истории об этой помаде. Да, помаде, с этой помадой. Фотографировать себя с этой помадой. Фотографию, да. Так, то есть я бы начинаю издалека, что очень красиво светятся губки, да, там что-то такое. Ну да, реальный отзыв, просто отзыв, какой, как ты это, это так и пиши, то есть отзыв, как тебе нравится, что нравится, почему нравится. Да, да, меня очень часто начали спрашивать, какой помадой я крашусь. Так вот, ребята, я вам рассказываю, какой помадой я крашусь, вот этой, потому что она увлажняет, она полупрозрачная, там так далее, и так далее, вы начинаете хвалить, и человек уже понимает, о, человека хвалят, вы создали искусственный ажиотаж, ну, в принципе, меня и так по ней часто спрашивают, да, вы создали искусственный ажиотаж, и так далее, и так далее, и получается, вы уже продали продукт человеку, а не оттолкнули его. Вот таким образом и продаются вещи. Продажи, это не тупое впаривание, да, то есть не должно быть. Реальный свой отзыв. Почему? Мне нравится, да. Тема, история успеха золотого директора Тихоновой Ирины. Вот, так, сколько надо приглашать людей в день, и сколько отправлять сообщений, чтобы выйти на директора за 4 месяца? Кто-то на нашем марафоне не бывал. Много, скажу вам много, чтобы открыть быстрый директор, нужно делать много. Да. Я сидела сначала сутками, чтобы стать директором. Нужно много. Да. Сейчас мне хватает сделать 100 контактов, чтобы найти одну регистрацию. Потому что тут, да, нужно сказать, что если у вас страничка хорошо правильно оформлена, то поменьше охват. Поменьше, да. Да, если она у вас там фото размазанное, плохого качества, где-то неэстетичное, если у вас куча скриншотов, да, с каталога, то долго. Тут можно отправить даже очень много, и результаты может вообще не быть. Да, 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 может результаты вообще не быть. Поэтому все зависит от... Вы должны сначала посмотреть сначала на себя стороны. Пошли мы к этому человеку. Выглядит он как бизнес-партнер. Да, или не выглядит. Вот золотые слова «Ирина, я тоже живу в деревне, и у меня не получается предлагать продукцию, никто не хочет покупать. Как вам так удалось достичь успеха?» Я ничего не продавала, но не может быть такого, что никто не хочет покупать. Ну да, там соседи или незнакомые люди, да, могут не покупать, но родные и родственники все равно по-любому будут с вами покупать. Вы первый раз закажите, получите подарок, покажите. Вот такая продукция закажите для дома лучше что-то, чтобы можно было протестировать, сделать мастер-класс, допустим, со средством для духовок и плит. То есть им понравится, они будут 100% с вами покупать. Можете скидочку небольшую им делать или подарки дарить. Главное, чтобы набрать 50 баллов. Прямо никто, вообще никто ничего не покупает, никто вообще ничего не хочет. Или вам жутко лень это делать, да, давайте смотреть. Или вы в какой-то зоне комфорта, и вы не можете переступить через себя, чтобы что-то продать, да, то есть вы не продажник, вам у вас не получили. Да, изначально, когда, если вы только начали, да, могут отказать, потому что они не знают, допустим, продукты. Поэтому закажите первый раз для себя, получите подарок по акции новичка и скажите, вот я вот это купила, вот это бесплатно получила, вот столько-то я заплатила, такой классный продукт, дайте потрогать, понюхать, пощупать, попробовать. Я уверена, что вам понравится, потому что продукт классный. Если совсем уже не хочется, если совсем уже, ну, я считаю, что это зона комфорта, любая лень, это зона комфорта, да, любой страх, это тоже зона комфорта, из которой не хочется выходить, да, то есть вот не хотите вы выходить, а хотите вы сразу начать работать, рекрутировать. Я вам могу сказать, что я на второй каталог сотрудничества сделала 50 баллов, но я их сделала за свой счет, то есть, да, где-то я сэкономила, чтобы сделать за свой счет, но я уже была на 9%, когда делала эти 50 баллов. И мне начислилось, да, 3 тысячи чем-то рублей, мне начислилось, и получается, что я свой второй заказ сделала на 3,750, и 3 у меня списалось. То есть, я была довольна. Я была довольна. Я тоже в 9% стала. Да, то есть, рекрутируйте активнее, если у вас нет возможности продавать, то есть, 50 баллов, это не зона притыка, пожалуйста, вот, но и есть вектор по обучению, как эти 50 баллов сделать. Да. Вот, даже 100. Вот. Так, Ирина, почему вы выбрали именно эту компанию? Когда я выбирала, после Арифлэем, конечно же, из-за продуктов в Аберлике выбрала. Я как увидела цены, увидела ассортимент, думаю, все, буду строить здесь бизнес. Потому что, если ассортимент широкий, цены низкие, бизнес строить легко. Ну и много, конечно, других здесь плюсов. Бонус там, стабильность, тема интереса, здесь очень много всяких бонусов. Вот я, допустим, делала полгода 100 баллов, пользовалась сама для себя, и компания мне подарила золотой пылесос за 32 тысячи рублей, и еще бонус стабильности 11 тысяч, насчастлива. Это за то, что я просто покупаю и пользуюсь продуктом в классном качестве. Это помимо основных выплат. Да, и помимо основных выплат, еще и плюс, еще распродажи разные, есть и подарки понакопительные тоже. Как бы за 100 баллов я 20 подарков могу забрать. Это очень выгодно. За каждые 100 баллов по 20 подарков. Да, у нас есть такая программа «Суберлик Клуб». Да, да, да. Ирина, скажите, пожалуйста, если не секрет, сколько вы зарабатываете? 100 тысяч? На какой бюджет рассчитывать, если работать рекламой? У меня бюджет 300 рублей в день. Можно 200, можно 300. Тут и смотри, какая креатива. Если креатива зашла, она может на 100 рублей хорошо регистрации принести. Ирина сейчас говорит вам про контекстную рекламу, про векторку контекстную рекламу. Нет, нет, Target. А, Таргетинг, Таргетинг, это я буду. Таргетинг и автоворонкой. Да, ботом от проекта пользуюсь. Классная вещь. У регистрации приходят. Конечно, рекламу тяжело на него настроить, у меня почему-то отклоняют. Но я его везде, в соцсетях, в Инстаграме, в шапочке выложила. И так людям даю тоже. Кто интересуется работой, сомневается или думает, я им даю этот бот, вот, здесь он ответит на все ваши вопросы, если вы в чем-то сомневаетесь. Люди сюда ходят, смотрят больно. Ну, здорово. И так, что делать, если близкие не верят в меня, что получится? Так, что делать, если близкие не верят в меня, что получится? И не верят, что здесь реально можно зарабатывать? Как не сдастся? Ну, я с этим не столкнулась, меня мама поддерживала. А так, никого не слушайте. Делайте, это нужно вам. Тот, кто вам говорит, как бы, он вам может эти деньги дать. Допустим, вот, если муж против, может он вам внести такую закладу, столько, сколько вы хотите. или купить вам то, что вы хотите. Он сегодня есть, а завтра, допустим, его нет. Бывает такое, что девчонки живут, потом разводятся. А деньги-то потом нужны. Поэтому никого не слушайте, работайте втихую себе. Никому ничего не говорите. И все, как я. Как я. Я на звание директора работала, никому ничего не говорила. Но я как бы не столкнулась с этим. Я с мамой жива. Мама меня наоборот поддерживала. Даже был такой момент, что как бы, я еще думала работать, не работать. Мама говорит, работай, работай. Там деньги нужны. Если бы не мама, наверное, может быть, я и бросила бы даже. Моя все орала, что я электричество жгу. Все орала. Моя мама наоборот, моя работа, и вдруг получится. Как бы, ну, видя твой доход, хотелось. Я еще собиралась, как-то не получается, там, или еще что-то. Между-между было. Мама говорит, работай, работай, работай. золотая мама. Меня мама перестала звучать, когда я ей телевизор все-таки купила. У нее телевизор сломался. Все ее программы, в тот момент, жди меня, дом 2, вот это все. Она так была убита, нечего смотреть, не знала, как смотреть, чего смотреть. Пойду, говорит, к соседке смотреть. В общем, соседка не особо рада была. А мы как-то без телека жили, у нас не было телека, потому что мы работали, мы его не смотрели. У нас и сейчас, если честно, телевизор... У нас сейчас тоже нет. Это у меня есть, но я его не смотрю. Да. Я из принципа его и пока что не покупаю. Вот. Прямо из принципа. И вот, честно сказать, когда мы купили первый телевизор, она так смотрит, большой, красивый, с кронштейном, да, на стене. И вот тогда она говорит, слушай, что, у вас правда деньги-то есть? Я говорю, мам, ну, мам, ну, ёлки-то новые. Она всё... Ну, они, понимаешь, старые люди, старые закалки, они жили в те времена, когда вот это, спекулянты были, да, как их там называют? Мавродич, что ли, Маме, как там его? Который обманывал всех. Вот, этот люди. Многие, кстати, многие сравнивают сетевовицы с этим вот, пахатроном. Да, 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 да. Потом было ещё статья за тунеядку, радство-то было, да, то есть, а мы тут вдвоём ещё иконы на фонтон уволился, когда она вообще была вдвоём теперь бездельничаем, кнопки тычем, да, то есть, мне было нелегко. Так, какой-то вопрос? Анечка, сколько у вас баллов? Баллов каких? Лично? Ну, лично я делаю баллов 300-400 обороты. Если структурно, то миллион 200 было в прошлом каталоге баллов. Вот. Если правильно. У меня было в последний раз 50 тысяч баллов почти. Шикарно. Шикарно, шикарно. Автоворонка у нас на обучение в таргетинге. В таргете. Там, там копайте. Да, да. Либо напишите своему директору, он вам даст через свой сайт, настроит вам наветку. Я так девчонкам даю. Кто делает заказ, им сразу не отправляй на обучение, потому что не у всех есть возможность. Я им даю через свой кабинет. Наветку настраиваю. Тоже хорошо, тоже вариант. Бывает, что близкие критикуют больше всего и принципиально не хотят пользоваться футберликом. Ну, это... Да, такие тоже есть. Да, есть такие. У нас мама моя, я купила порошок, она посмотрела в каталоге, сколько стоит порошок. Не свекровь, а не мама. И она, давай покупать вот эти вот все в магазинские порошки, а что-нибудь, хорошие какие-то вещи стирать нашим футберликом. Я говорю, мама, говорю, хватит моется дурью, просто стирай футберлик. Нет, ты что, так дорого я буду беречь. Ну вот, надо им экономить, надо. Да, да, у нас там, у нас время не кончится с тобой. Время не кончится. Давай еще один вопрос. Что ты можешь мне рассказать о футберлик? Вот Пир просит рассказать все о футберлик. Что ты можешь рассказать, что тебе первое на ум приходит? Классная компания, классный продукт, цены, бизнес, конечно, с компанией строить вообще, одно удовольствие. Футберлик платит, у нас официальный доход легальный. Моя, меня поддерживает только она. Это мама поддерживает. Да, меня тоже только она поддерживала. Ой, мне сейчас вот родители очень сильно начали помогать, и они меня везде отпускают, я везде езжу, они сидят с рекуськой, я им очень благодарна. Очень благодарна. еще благодаря футберлик, я на море побывала и своих сводила. Благодаря футберлик, если на футберлик, я бы море не увидела, наверное, никогда. Это Тунис. В Турции я была, и в Тунисе. В Тунисе я уже взяла своих маму-братишку. То есть у меня есть возможность купить будьёк, копить деньги, просто зарплату потратить. Ирина, я думаю, что это невероятно приятное ощущение, когда ты делаешь добро своим близким, родным, возишь их на солнышко загорать, да, и в старших, и в младших. Я думаю, это вообще самое, наверное, классное, что у меня есть в жизни, когда мы понимаем, что мы достигли того, что мы не в долгах, мы хорошо зарабатываем, мы купили квартиру, мы купили машину, всё-то у нас хорошо. Жизнь полная чаша. И сейчас, да, пришло время помогать тем, кто нас вырастил, кто нам помогал всю эту жизнь, все это время. Это, вы знаете, наш бизнес, он такой романтичный, он такой классный. Я свою премию потратила, маме ремонт сделала, 100 тысяч рублей. Да, 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 да. Да, вот мы сейчас тоже, папу моего, не свёкра, а свёкра тоже лечим, мы уже почти долечили, папу моего лечим, очень нехорошие диагнозы с печенью там связаны, всё, не буду произвести как в прямом эфире, но потихоньку ему становится лучше, лучше, лучше. Я выбрала только лучших врачей, и папе намного лучше. А так вообще бесплатные больницы, когда мама его туда сведила, они сказали, ну ждите, что пока это. Бесплатно, это всё бесполезно вообще. Это туда даже... Я говорю, а вот этот врач, который ему так сказал, когда он будет старый, вот к нему так не отнесутся случайно, он думает, что есть гумеранг, извини меня, который может прилететь, стучать по хребтине. Вот сейчас и платные, сейчас и платные врачи есть такие. Это нужно как бы... У нас вот в городе редкость хорошие врачи.